мы продолжаем собирать уже в другом лесу вот с основом собираем маховиков это у нас как бы вторая часть наших нашей грибалки и маховики по сравнению с белыми с бабкой и с красноголовками собираются конечно вообще просто вот сейчас я покажу уже целая корзина у нас таких классных вообще маховиков вот смотрите антон молоденький молодого маховичка видите как обрезаем да вот этот с ножом стою и вот пока маленькая корзинка но сейчас будем и пакеты вообще вышли так прогуляться и посмотреть вот значит маховик еще раз как бы рассказываю потому что гриб вкусный вот он такой вот как треснутая такая с трещинками шляпка здесь вот такая как губчатая основа и вот если надавить вот такой синий обязательно должен выступить синий цвет ножка вот мы обрезаем ну вот получается антон принес вот свежий маховик вот теперь смотрим я надавливаю проверяю но тут видно что маховик вот он сейчас должен должен ведь и темнеет вот начал темнеть синеть когда его готовишь надо вот эту ножку чистить вот смотрите он посинел вот еще утрат все посинел то есть вот это вот от говорит о том что этот гриб неподдельный да вот молодые такие самые вкусные вот она но то не вообще не только сегодня вот молодой только сегодняшние не старая вот этот более старый но он хорошая посмотрел вот он синеет это значит значит это это съедобный маховик точно не перепутали вот у нас один польский вообще маховик это семейство польских получается этих боровиков вот это боровики польский тоже синеет но польские отличаются ведь и у него без трещин такая коричневая шляпка вот вот например польский я даже покажу вот польский и маховики его как бы брат да вот кстати сейчас покажу среда в которой растет вот это буквально 15 минут корзинка вот такая получается должна почва быть для маховика вот такой мох иголки и хвоя вот такие вот пни обычно маховик сейчас антон покажи мне когда будет маховик я покажу как как он выглядит когда в земле и вот вот такой лес получается больше сосновый дубовый вот дубы сосны и вот вот такая получается получается почва с мхом то есть везде вот немножко мха поэтому наверное называют маховик не знаю то есть потому что вот здесь и он прям его очень многое же это мы прошли буквально там 15 минут целая корзинка он со сметаной с луком просто потрясающе напоминает немножко масленок антон увидел маховики как растут именно я попросила сразу не срезать а показать как вот так вот он маленький молодой маховик видите вот такая шляпка вот как он выглядит вот это поганка вот она видно во первых поганка смотрите такие пластинчатые вот пластинчатый вот пластинчатый вообще мы никакие не берем это условно съедобные грибы а вот маховик вот он видите как он внизу выглядит побольше сейчас вот антон побольше нашел сейчас я этот покажу вот он он маховик и вот проверка основная вот он должен потемнеть я надавила он посинел и ножка вот такая вот вот все молодой прекрасный маховик он не червивый где еще один маховик вот он еще один маховик вот и вот два вот они они тоже маховик там маховик вырвала и вот и а ну вырви еще один их очень много вот они вот они да и вот да такой корень и вот большой вот вот видно отличие видно прекрасно так где еще вот он большой ага вижу вижу вот она туда надо подлезть лезу под кустами я хочу показать я за что-то зацепилась вот как он растет вот хорошо видно вот хорошо виден маховик это рядом поганка ну и мы его вот так выкручиваем вот вот она вот хорошо видно губчатая основа вот такой стебель с розовинкой желтая обязательно желтая маховик вообще есть два ложных польских гриба это как ложный маховик ну ложный польский он чем отличается он вот тут под шляпкой нежно-розовый его не брать такой белорозовый это горчак называют горчак и есть сатанинский гриб он очень опасен но его не спутаешь ничем и такой красный с такой как раздутой ножкой я если найду покажу их очень сложно найти на самом деле вот только тут сколько маховиков вон маховик смотрите тут вообще такой шикарный взрослый еще очень такой молодой антон сфотографировал на обложку такой маховик вот он красавец видите какой вот этот типичный маховик типичный просто ну как вам такого выкручиваю корни остаются почему считается лучше выкручивать потому что если срежешь там насекомые заползают в остаток получается того что осталось земли и она может как бы сгнить а так корни остались вот он чуть-чуть плесневелый но потом подрежу тут да немножко плесневелый это он был вот так вот получается наклоненный немножко отсырел ну вот это маховик а вот уже на пенечке наша корзинка классно выглядит как солнышко вышло мы сегодня все утро за белыми ходили по такой моросе по болотам а вот здесь реально солнце такие грибочки ну вот они все маховики идеально видны и желтые прям светятся вот они вот желтые вот эти основания ведь и голубы голубая ножка а вот он смотрите какой красавец такой вообще мега мощняк видите какой он там внизу но это такой очень взрослый маховик реально такой взрослый жирненький классный так я его забираю сто процентов забираю вот он смотрите какой-то маховичок наши братья сына антон принес вот они они 2 забираем вот он тут 2 вот он один его причем кто-то или птиц или ежики кто-то ел вот сейчас покажу как он здесь выглядит ножка вот очень хорошо виден этот маховик вот такой и вот трубчатая трубчатая основа мы его забираем вот мы его забираем кладем к нашим другим маховикам и вот там еще один смотрите как они вот такой траве опять же под соснами под дубами спрятался еще один он я вижу подгнивший скорее всего сейчас я обрежу его немножко вот он какой реально мне они очень нравится по вкусу потому что это он аналог польского для меня это как польский вместе с масленком как будто бы смешанный вот что-то между польским белым грибом и масленком для меня это по вкусу маховик обрежу ребята смотрите нашли полянку маховиков вот так как бы все не видно теперь антон показывает вы смотрели 1 маховик второй подожди 3 3 сейчас я ближе вот 3 вот маховик вообще вот возможно польский польский да это поляк вот смотрите какой польский классный так теперь я сдвигаюсь боюсь не наступить реально смотрите какой маховик 5 шикарный 7 8 смотрите 6 7 8 он 2 вместе видите вот вот два вместе маховика сейчас я обхожу вот они они и вон еще 9 и вон 9 сейчас я я все-таки пройду вот он 9 маховик вот вот он вот 9 то есть это только 9 а если походите вон по моему там 10 то есть блин вот тут вот как бы так не видно маховики надо всматриваться вот просто не видно но тут сейчас 10 маховиков вот они они вот как они выглядят кстати свежие это сегодняшние маховики вот он поставила специально широкоугольник хочу показать какой лес вот маховик вот в таком лесу то есть это дубы вот он дуб видно сосна и смешанные тут какие-то осины или что это вот 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 такого плана кусты и вот такая почва обязательно самхом вот мог кстати наша корзинка уже как выглядит и вот он нашел семейство опять маховиков о да они семьями вот видите как вот они вот маховик его очень сложно спутать есть ложные вот два вот они не и вот один под вот он вот он один и вот еще один вот так вот я показываю как они даже ты идешь и вот как они растут и вот антон уже рвет еще одни вот они но вот они сразу десятками он там аккуратно не наступил ну вот такая вот почва вот она она такая иголки мог дубы ну вот вот в таком лесу именно обитают маховики а вот нора и вот два выхода вот сама нора один выход и вон второй сейчас покажу это лифия очень похоже на лифи вот она настоящая лисья нора дальше не буду потому что вдруг там все-таки кто-то сейчас есть и вот выход от этой норы вот он выход из норы и вот дальше еще один выход сейчас я еще один это сейчас я так обойду стоп 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 не по норе ходить не провалиться и вот выход еще это реально норы тут лифих нор очень много еще покажу и вон еще выход это все лиси норы да вот нора вот она она и вон еще выход и вон выход сейчас пойду покажу тут лес такой да да и вон лиси норы тут очень много лисих нор мы лишь часто встречаем волки вот видели волков недавно вот еще вот она нора вон она тоже норка и вон выход вон выход из норы блин тут все в норах такой лес поломанный и вот нора вон они все где заброшена нора а чего решил засыпано да есть много засыпано и вот выход вот она и вот тоже из нее выход тоже тоже засыпанный а вот они засыпано его норы и тут в лес у нас такой лежит поломаны часто от бурь а вот еще там норы тут я иду ногами аж проваливаешься можно реально в эту норку да вот вот норы можно реально провалиться закидали нору да а вот не обязательно тут много нор вон тоже нора ну вот такой вот лес мы в принципе ушли от тех мест уже маховиков мало вот я говорю только маховиков мухала нет есть есть шумок есть принципе то продолжаем собирать дальше еще маховик вот антон еще увидел маховик да 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 вот он вот он вот еще маховичок это маховик типичный смотрите что мы нашли вот дерево тоже обросшие грибами и просто их тут тысячи вот таких в лесу можно много интересного увидеть антон с корзинкой идет грибник с палкой все как положено с посохом продираются через чащу леса с добычей не на что на ужин сегодня у нас будет маховики сметане с луком сделаем к ним картошку идеально для ужина осенью а вот маховики уже дома вот в корзине такие стоят и некоторые я уже начала чистить чистится в них ножка только ножка шляпа не чистится ну и редко или гнилое потом варится и потом жарится так что начала обрабатывать буду готовить ужин всем пока